Привет-привет, с вами Женя, и мы продолжаем добывать луну. Так, кажется, это я уже видел. Ну, мы снова начали с начала главы, да. В этот раз почему-то главный герой не дергает за большой ручник. То ли не хочет, то ли... Ну, в общем, он не понадобился. Поэтому остановка здесь немного скучная, но ничего. Двигайтесь осторожно. Так, кажется, мы приехали, наконец-то. Конечная. Там эта тетка по рации говорила, что мы доехали до конечной. Ну, буквально. А, вот. Срезать. Давай. Как обычно, герои очень хорошо все режут. И тут же оказывается в вакууме. Вот только стоило ли это делать? Ой. Что это за каменные глыбы такие? Карьер объекта томба. Карьер. Так, база данных опять. Мне предлагают читать, пока у меня нет кислорода. Ну, хорошо, давайте быстро. Мост, по которому можно было попасть в томба, лежит в руинах. Хотя признаков намеренного разрушения не видно, следов природного бедствия обломки также не несут. Какие на луне могут быть природные бедствия? Либо Сара попала в томба, когда мост был еще цел, либо нашла другой способ туда проникнуть. Побежали. Что это? Заправка? О, я могу заправиться кислородом. Так. А можно вытащить баллон и взять с собой? А это что? Написано, гелий 3. А можно заправиться гелием? Ну, хотя нет, это не тот гелий, от которого смешно разговаривают. Это гелий, которым заправляют наш реактор. Эм, долбанет. Не. Давненько тут ничего не долбало, пора бы уже. А то становится слишком скучно. Сканировать? Что это за странное приспособление? Рудодобывающая машина. Поступив на службу, доктор Роза Лаверде посвятила себя одной единственной задачей. Обеспечению Земли надежным источником энергии. Для этого отлично подходили обширные запасы гелия 3, добываемого из лунной породы. Однако на создание реактора, способного эффективно перерабатывать гелий 3, у нее ушли годы. Ой, ой, я больно стукнулся сейчас. Я хотел побежать. А, бежать не той кнопкой. Ладно. Так, заправка. Как удобно здесь заправки расставлены. Вот вместо того, чтобы просто сделать скафандры более вместительными... Эм... Видимо, проще оказалось натыкать заправок через каждые 50 метров. Тут с разбега, видимо, надо. Почему этот карьер сложен из квадратных, ну, прямоугольных глыб? Вы как будто здесь египетские пирамиды строили, а не атомный реактор или что там. Ой! Ну все. А не, я жив. Эм... Мда. Так, не соскакивай больше. Хоп. 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 Ох. Хоп. Так. Давай. Кислород в пузо. Как обычно. А где заправка? Почему здесь заправку не поставили? Шлюз. Так, пора бы уже, да. Давай. И куда же это мы попали? В тамбур! Тамбур? Я не люблю тамбуры. В них обычно воняет из туалета. Разместите весь багаж на ленте конвейера. Это не про меня. У меня нет ничего. Ой. Чё-то вы раньше этого не делали. Ну, в предыдущих помещениях. Откуда у вас энергия? На сканер. Эм. Так, впустите. Есть там кто-нибудь? Впустите меня. Так, по-видимому, мне туда не положено. Ну что, в общем-то, неудивительно. И чё делать? Эм. О. Так, 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 так. Давай, делай своё грязное дело. И что ты сейчас сделал? Ну. Как у него это выходит? Это прям какая-то хакерская машина. Ну, в смысле, он же не местный. Ну, то есть, не из реактора. Как он умудряется открывать двери? Объект Томба. Почему он называется объект? Это ж реактор. Преобразование гелий-3. Будущее энергоснабжение. Добыча лунного камня. Возможность сбора. Лунная энергия. Возможность трындеца. О. Но. Но. Так, почему нельзя посмотреть? Я не понял. А. Отсюда только можно посмотреть. Классная система. Технологии будущего. Реактор заполнен на 9%. Мы уже близко. Идём, Алекс. Добро пожаловать на Томба. Вы кто? Сара. Сара. Сара Бейкер. Раньше базировалась на Пирсоне. Вы тут работаете? Работал. Меня зовут Исаак. Исаак? Мистер Йоханссон? А где остальные? Я думала, все. Больше никого нет. Зачем вы явились? Все куда-то делись? Я прибыла починить систему МПТ. Бестолку. Они заблокировали главный компьютер. К системе нет доступа. Я инженер-программист. Покажите, может я смогу. Что происходит? В реакторе заканчивается топливо. Но внутри ещё образуется энергия. Система МПТ отключена, поэтому энергии некуда деваться. Если этот процесс не остановить... Погодите. Вы ж программист. Идёмте. Эээ, погодите, стойте. Ты ж программист. Ты ж программист может всё. Попав в обезлюдивший комплекс Томба, Сара узнаёт, что реактор продолжает действовать, но скоро выработает всё топливо. К своему удивлению, она встречает человека по имени Исак Йоханссон. Несмотря на высокое положение в лунном совете, он не попал на борт ковчегов Аутворд. Поняв, что у них общая цель, Сара и Исак объединяют усилия, чтобы стабилизировать реактор и не дать ему уничтожить весь комплекс. Тут нужен целый программист, чтобы стабилизировать реактор. А я программист? Вряд ли я программист. А что будет, если я запущу реактор, а он не стабилизирован? Может, не надо? МПТ поддержив АЕД жизнь на земле. Ой, ещё один. Ты хороший или плохой? Судя по тому, что ты чёрный, ты... Ладно, я не буду продолжать, чтобы не скатиться в расизм. За человечество! За будущее! Кто придумывал эти лозунги? Они просто звучат, как тосты. К ним надо добавлять, давайте выпьем. Да, за человечество, за будущее. Так, я не знаю, зачем я сейчас это тащу. Но раз предлагают, значит, зачем-то надо. Видимо... А-а-а, я понял. Хы! А чё так убого-то? Обнаружена брешь в системе безопасности. Выполнена локальная изоляция. Так, у меня подозрение, что так просто нам пройти не дадут. Как они проработали столько времени? Тут какой-то интересный блэкаут, когда не работает как раз то, что нужно. А то, что не нужно, спокойно себе работает годами. И прекрасно себя чувствует. Ой. Так, я, кажется, наконец нашел других людей. Но есть нюанс. Чё-то внезапно как-то всё стало сильно мрачно. МПТ работает. Это вместо некролога? Так. Так. И что мне с тобой делать? Так, отсюда они нас не видят. Ну что, стелс? Чё-чё, стелса в этой игре ещё не было. Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем. Так, так, стоп, стоп, стоп! Блин, я поверить не могу, что я проскочил это с первого раза, да ещё таким дурацким способом. Но, походу, так тоже можно. Ладно. Центр управления. Ой. Что сейчас было? Походу, Центр управления нам сказал до свидания. Проверить в Центре управления работу МПТ, найти другой выход. Мистер Йоханссон, подождите! Диспетчерская рядом! Когда пройдём, вы меня слушаете! Толчки всё сильнее! Если мы ничего не сделаем, мы только что прошли мимо нескольких уничтоженных осея и чего-то очень похожего на мешки с трупами. Что произошло? Не сейчас. Вы знали этих людей? Хватит! Вы не знаете, о чём говорите. Верно, не знаю. Не знаю, почему отключилась система и почему за одну ночь исчезла колония. Реактор заполнен на 8%. Надо заняться реактором. Здесь погибли наши люди, Исаак. Этого не должно было случиться. Проект Аутворд спас бы всех. Что, вот так собраться и покинуть землю? Этот план ужасен, даже по меркам Макартура. Аутворд обрёк нас на загнивание, а вам всё равно. Не... Не смейте. Я жизнью дал защите земли и продолжал даже после того, как она погубила мою жену. На этой богом забытой каменной глыбе до сих пор находится моя дочь. Тогда как вы могли её бросить? Она хоть знает? Слушайте, ещё есть время всё исправить. Мы можем починить систему МПТ. Вы сможете стать героем. Оглянитесь, мисс Бейкер. Героев здесь нет. Никого не осталось. А теперь шевелитесь. По пути к центру управления Сара обнаруживает последствия мятежа. Ну, Макартура здесь изображён как полный... Кто он там был? ЦРУшник? Ну, я помню, что он из спецслужб. В общем, вот что бывает, если таким людям давать власть. Так, опять что-то надо резать. Я чувствую, когда мы доберёмся до реактора, там просто надо будет что-то отрезать. И всё заработает. Так, тут столько помещений внезапно. Так, я отсюда... Я отсюда пришёл, да? А зачем мне запасной вход? Так. По-видимому, тут опять какая-то хитрая головоломка, где надо переставлять батарейки. Сейчас. Сейчас я обследую ещё ту комнату дальнюю. Так, тут надо ещё больше резни. Ну, в смысле... Эм... Резать больше нам. Ага. Ага. Ой. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. До свидания. Блин, мне так и придётся туда возвращаться, походу. Ну, зачем? Зачем вы так со мной? И что от меня требуется? Так. Вот это надо срезать сразу. Ага. Я понял. Надо доставить сюда что-нибудь тяжёлое. Так, эта трубка куда идёт? Так, кажется, это лифт. Ну, лифт подходит для того, чтобы доставить что-нибудь тяжёлое. Ага. Ага, я понял. Эта дверь была закрыта, теперь мы её открыли. И можем покататься на лифте. Ну, давайте. Ну, допустим. Ну, это пока что ничего мне не даёт. Мне надо что-то протащить сюда. По всей видимости, что-то протащить сюда можно, если... Если я открою вот это вот... Помещение подключены. Зашибись. Так, пойдёмте. А... А... А чё? В смысле? А как? А как? А... Вот. Вот для чего этот чёрный ход. Подождите. Почему, когда отрубается питание, то закрываются все двери. Так, не говорите мне, что надо выходить через... Надо выходить через этих злых Злых Собака Ну, давайте попробуем аккуратно Да что ж такое По-видимому, мне предлагают пройти вот так Так Стой Так, спокойно Меня здесь нет Я в домике А теперь вот так О, наконец-то Очень хорошо Надеюсь, этот раз был последним Очень надеюсь По вам они скажут, что вы любите комиксы Они мне напоминают о доме О том, ради чего мы все это делаем Реактор заполнен на 4% Знаете, моему брату очень нравились комиксы Человек на Луне Он просто обожал эти истории Но он родился больным Хронически Когда я пошла в ВСА, он думал, что я ставлю на нем крест Но без энергии от системы клиника никак бы не смогла продолжать его лечение Только так я могла ему помочь Хотя он и возненавидел меня за это Мы стараемся помогать тем, кого любим Делаем все, чтобы их обезопасить Даже если они этого не понимают Но иногда мы бываем неправы Я привез сюда свою дочь Кэти Сейчас она в криокапсуле Исаак? Вы сказали, что ваша дочь на земле? А, это Клэр Моя вторая дочь Мы больше не общаемся Давайте спать Завтра продолжим попытки Да, очень интересно Самое время в последней главе Раскрывать друг другу свои все семейные драмы Вываливать Да От лунной пыли до МПТ В помощь оператору Томбо Данное всеобъемлющее руководство Адресованное тем, кто недавно прибыл в лунную колонию Позволяет шаг за шагом Познакомиться с решением великого энергетического кризиса Единственное в своем роде Официальное описание МПТ Содержит все, что вам нужно знать О добыче и обработке гелия-3 Производстве из него энергии И ее передаче на землю с помощью МПТ И я предполагаю, мне надо все это прочитать Чтобы починить реактор Так, туалет Куда же без туалета-то О, сканировать Доска, почему-то спрятанная в мужском туалете Исписана расчетами Выводы Исака Йоханссона вызывают тревогу Система МПТ не способна угнаться За растущими потребностями человечества в энергии Людям придется изменить свой образ жизни Ну да Электричество надо экономить А то будут отключать О Человек на Луне Новое пламя Стремясь любой ценой выполнить задание Астронавт пробуждает спящее чудовище Тут сказано спящий гигант Эм, ну ладно В кульминационный момент своего опасного приключения Он обнаруживает, что там, где кончаются одни пути Начинаются другие Логично Сара, если что-нибудь понадобится на складе Код 8662 Там, где кончаются одни пути Начинаются другие Ну, боюсь, если я не найду Другую ракету Где-нибудь То для меня Не начнутся другие пути А ну-ка Что видно А, нет, закрыто Подожди, я думал Точно закрыто Труба выглядит так, как будто В нем А, я не в ту Не в ту кишку полез Так, извините Че это? Какой-то Найпод Так, вот это открывает А ну-ка Так, что тут Качалочка Ну, я думаю Я думаю, я и так уже Накаченный В скафандре столько бегать Сара Бейкер Че-то Сара каким-то старьем пользуется Я даже не помню, когда последний раз у людей Видел такое Че там Восемь Шесть Шесть Два Все ходят с телефонами Телефонов достаточно для всего Реактор заполнен на три процента У нас мало времени Мы наверняка что-то упустили Мы проверили всю систему Если мы не проникнем в систему Земле конец Сара Та ей уже Да Слушайте Я знаю Мы портачили Столетиями Но система МПТ может выиграть нам время Чтобы все исправить Хотел бы я в это верить Мы все в это верим, Исак Поэтому существует ВСА Или то, что от него осталось Что мы скажем людям на Земле Ну Вы держитесь там Так не должно было быть МакАртур приказал всем погрузить гелий На монорельсовую железную дорогу И эвакуироваться Сказал, что реактор опасен И люди за ним пошли Они выполняли приказы Но некоторые ему не поверили Оказали сопротивление Ситуация обострилась Было столкновение Даже повредили монорельс А что случилось с роботами ОСЕ? МакАртур их вооружил Он сумел перегрузить их Но зачем? Зачем их использовать против своих? Он практичный человек Никогда не забывайте Эту черту Уильяма МакАртура Он и глазом не моргнет Если считает, что действует ради высшего блага Вот что мы скажем Всем на Земле Наши коллеги Отдали жизнь Ради высшего блага Что бы это ни было Так, ясно, понятно Ну, про МакАртура я уже все говорил Тут добавить нечего Вот то, что мне надо Давай Давай-давай-давай Давай-давай Вот так Вот так Где лифт? Стой Лифт был здесь Но Питания нет А чтобы было питание Мне надо попасть обратно сюда В эту комнату Как я попаду в эту комнату Когда все двери закрыты В эту комнату я могу попасть Только через Через Только через этот Пыточный зал Двух раз, по-видимому, было мало Надо еще третий Так, стоп Где служебное помещение? Вот служебное помещение Во Все Попали Мы попали Так Теперь я Переключаю питание Обратно Так И теперь можно бежать Грузить наше добро В лифт Как я до сих пор Не упарился В этом скафандре Вообще До меня только Начало доходить Если В скафандре Нет воздуха Ну, только На три минуты То нахрена Он нужен Все время Я мог бы Спокойно Снять шлем Давно уже Ну, серьезно Какой смысл? Скафандр Имеет смысл Когда ты дышишь Все время Воздухом Из своих Запасов А если У тебя Нет запасов То Зачем? Так Давай О Не, ну Блин Вы могли Более эффектно Это нарисовать Че так Примитивно У вас Целый Четвертый Анриел Который Тормозит Который Страшно Тормозит Даже У меня Вот Опять Что это? Что здесь Рисовать Здесь нечего Рисовать Это Рейтрейсинг Так Действует Или что? Так Опытным путем Я выяснил Что во всем Виноват Рейтрейсинг Без Рейтрейсинга Все просто Замечательно И ничего Не тормозит Но Но так же Нельзя Ну в смысле Рейтрейсинг Рекламировался Как Одно из Главных Достоинств Этой игры Он тогда Только-только Появился И вот Эта игра Была одной Из первых Которая Рекламировала Его Как вот Мы Добавили Смотрите А то Что Видеокарты Даже Через 5 лет Его тянуть Нормально Не будут Ну Это мелочь Реактор 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 заполнен На 1% Надо Проникнуть Сейчас же У меня Не осталось Вариантов Думайте Погодите Вы сказали Что МакАртур Перегрузил Чего-то там Да При чем Тут сейчас МакАртур Алекс Изолировать Последовательность Чего-то там Еще Реактор Заполнен На пол Процента Есть Мы в системе Что теперь Там есть Аварийное Отключение Реактор Деактивируется Сработало Реактор Стабилизируется Мы еще не закончили Реактор не смог Никуда отправить Энергию Поэтому Система МПТ Перегружена Срочно Запасы вот-вот Взорвутся Энергию надо Высвободить Как? С помощью Временной передачи Можно Долбануть Долбануло Все стихло Наконец-то А реактор В безопасности? Да Но сместилась Антенна системы Насколько серьезно Ее можно вернуть В правильное положение Органы управления В той вышке Но сначала Посмотрим Нет ли остатков гелия В отчаянии Сара прибегает Чтобы получить Доступ к управлению Реактором К нетрадиционному Способу Нетрадиционные Способы Они такие Ладно Продолжим В следующий раз Я думаю В следующий раз Мы такие Наверное Закончим Починим Или не починим Может опять Долбанет И разнесет Весь реактор К чертям Я думаю Это будет Более вероятный Исход Реактор Реактор Взрывается К чертям Но В последние Секунды Своей жизни Успевает Послать на землю Один последний Большой Какой-то Импульс Который Наверное Тоже Спалит К чертям Всю эту Принимающую Тарелку Не знаю По крайней мере Это было бы На это было бы Интересно Посмотреть Что ж Если вам понравилось Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Комментируйте И до новых встреч Пока-пока